Я снова рад приветствовать вас на телеканале НПАК в прямом эфире на программе «Влияние». Сегодня я ее ведущий. Снова предоставляю специального гостя старшего пастора церкви Сион в престольном граде Сакраменто, Солнечной Калифорнии Петр Иванович Пасечник. Приветствую вас и всех, кто нас видит. Приветствуем всех. Петр Иванович, мы будем продолжать нашу тематику с вами. Эсхатология, наука в последнем времени. До эфира мы как-то перекинули словами, что это тема, которая не очень, так сказать, ну, наверное, в условиях такой обеспеченной благословенной Америки она не очень поднимается. Я редко, кстати, слышу ее с американских амвоном или с кафедры, американскими пастырями редко говорится. Там и сям чуть-чуть, в основном в славянских чуть-чуть есть, в славянской среде, но не столь, сколько хотелось бы. Поэтому сегодня у нас с вами пятая встреча, пятая, это не последняя. Мы также завтра будем иметь эфир. И мы в прошлый раз остановились в течение этих последних четырех наших встреч с вами, четырех эфиров. Мы прошли и по периодам семи церквей, потом по периоду печати, и потом труп, и чаш, и сегодня седьмая чаша, как мы обусловили нашу встречу с вами, этой темой, тысячелетнее царство. Я уже, по-моему, говорил об этом, что чем вызван лично мой интерес и интерес очень многих зрителей к существующей, ну, к этой тематике, которая на повестке у нас наших эфиров с вами, тем, что когда Иоанн заканчивал свою книгу «Откровение», в 22 главе, в последних стихах, следующее, он получил предупреждение «Не запечатывай слов книги пророчишь всей, ибо время близко, ибо время близко». Если Иоанн получил это предостережение и это слово 2000 лет назад, тем более, что время приблизилось еще на 2000 лет, еще намного ближе, чем это было при написании книги «Откровение». Поэтому тысячелетнее царство тоже интересная тема. Давайте, наверное, мы в 11 главу сегодня и пойдем. Вам слава. Хорошо. Знаете, вы сказали, я чуть напомню это слово, что Бог сказал Ивану «Не запечатывай». О чем это говорит? То есть то, что опечатано, оно недоступно. И люди не знают, они могут только предполагать, догадываться, а может даже и не догадываться, им неизвестно. То есть в этом слове «не запечатывай», «не опечатывай» значит «пусть будет доступно». То есть чтобы люди были в известность поставлены, чтобы были ознакомлены с тем, что приближается на землю, чем столкнутся и встретятся люди. То есть Бог дает нам возможность через это, дав Ивану, Он передает дальше нам для того, чтобы нас ознакомить с теми событиями, которые грядут на всю вселенную. И Бог говорит, еще раз говорю, не с целью нас устрашить, а с целью нас укреплять и готовить к небесной обители и вдохновлять нас к тому, чтобы мы полагались на Бога, доверялись Ему полностью, а это нелегко. Нам свойственно иметь свой страх, и мы боимся делать такой шаг, как люди, но доверяться Богу даже что бы то ни было. Но мы верим, что если мы Ему принадлежим, Он нас спасет, Он сильный. Вы знаете, скажу такой вначале пример, в городе Торонто, в Канаде, есть самая высокая башня в мире, она имеет 555 метров и 33 сантиметра. Это же больше чуть, чем полкилометра. И вот однажды был такой случай, подняли лифт, там постоянно это есть, как экскурсия, но такой один из случаев, когда поднялись люди наверх, на площадку верхнюю, вышли из кабины этого лифта, глянули все, перед ними стекло, как перед нами этот стол, стекло. И все люди это стекло видят, как там, далеко на земле, люди уже как такие маленького изображения, передвигаются, перемещаются. И все только так настягиваются на то стекло и заглядывают. Но ступнуть ногой на стекло никто не решается, всем страшно, ну уж такая высота, боятся. Ну и та, которая сопровождала их, там всегда есть сопровождающий, она говорит им, ну делайте шаг впередом, будет удобнее смотреть. Они все боятся, задали дыхание, никто. Когда она сделала шаг вперед, встала она на середину стекла, и потом говорит, видите, держит, это же испытано, я вот здесь стою, подавайте руку, продвигайтесь. И потихоньку начали двигаться. То есть вот так мы, люди, боимся довериться. А когда уже видели пример, те люди увидели пример на ней, они осмелились и сделали шаг. Бог дает нам тоже библейские, так сказать, персонажи, примеры, как доверяться Богу, что бы то ни было, когда нам кажется страшно. Доверяться Богу и защита гарантирована. Так и время великой скорби. Бог нас к этому готовит. Как вы думаете, чем вызван страх? То, что мы боимся заглянуть в будущее. Даже толкование книги «Откровения» – это, если не скажем, табу для некоторых церквей, так это некий такой, знаете, барьер, который не хотят преодолевать. Один мне брат так сказал, «Зачем мы должны вторгаться в пределы для нас недосягаемые?» Книга «Откровения» – это его почти точные слова. Книга «Откровения» не для многих. Это его точные слова. А вот я говорю, хорошо, но а Дух Святой разве не открывает нам? Не открывает через призму книги «Откровения»? Разве не открывает события последних дней? И церкви последних дней? И он говорит, нет, нас, братья, учили, что эта книга не для всех. То есть ваш подход. Потому что я снова же сделаю оговорку, вы преподаете в семинариях и в Европе, и во многих странах, и здесь, в Америке. То есть это чем-то вызвано было? То есть вы не побоялись, так сказать, ступить на эту стезю? Наверное, вошел в категорию таких, как водолазы. Знаете, не все могут видеть красоту глубины в океане. Там же есть и рыбки красивее, и многие камни. Но не все их видят, а водолаз видит, опустившись туда. Он одевается в специальный костюм, так просто туда не опустишься. Точно так же и в науке эсхатологии, в познании этого, так сказать, пояснения событий последнего времени, это как океан. И чтобы увидеть, надо углубиться. А углубиться это не так просто. Там и дыхание затруднено, воздуха не хватает, давление воды, температура воды. И все эти факторы, они влияют. Точно так же и в исследовании науки последнего времени, тоже свои трудности. Где-то оттуда давить неудобно, оттуда не хватает, недостаточно тяжело. И многие предпочитают лучше обойти. А вы не боялись, знаете чего, того, что из предсказанных событий некоторыми толкователями, некоторыми служителями толковательной книги откровений, ну, нельзя сказать, что они прогорели. Не то слово подберу, но не сбылось то, о чем они говорили, что это будет. Толкуя эту книгу. Вы не боялись этого? Такое есть. Такое бывает, да. Многие богословы ошиблись, и их сегодня христиане видят как в числе ошибившихся. Но я не хочу быть той категории. И когда я объясняю, сам так говорю всем студентам, призывая к тому, когда касается вопроса ставить точку, что, ну, например, восхищение будет в начале скорби, или в конце скорби, или до того, не надо ставить точку, чтобы не были в числе ошибившихся. Все в конечном итоге знает Бог. Мы должны учиться от Иисуса Христа. Он тоже имел, где-то, когда ходил по земле, имел свои, так сказать, предположения, ожидания, и как человек все проходил, но все отдавал руки Бога. Мы должны понимать, каждая секунда, каждая минута в руках Бога. И мы не можем утверждать сейчас вот ту минуту или в эту минуту. Никто не знает ни дня, ни часа. Поэтому будешь указывать на дату, на час, ты будешь тоже в свое время ошибившимся. И потом твои потомки увидят тебя и скажут, мой дедушка утверждал. И тем более на YouTube выйдут, примеруют, проверят. И скажут, вот и мой дедушка тоже в той очереди. Он тоже ошибался. Петр Иванович, дерзну задать вам вопрос. Задать вопрос не только вам, но всем нам. Знаете, дерзну чем? Ну, все-таки поплати мне ближе, мне ближе, нам ближе, чтобы восхищение церкви было до периода Великой Скорби. Зачем проходить такие тиски, тяжелые испытания, гонения, преследования, убиения? И Бог так и говорит, что Он укроет в годину искушения. Я лично такого мнения, я так придерживаюсь, что мы, подобно как Израиль, которого Бог выводил из Египта, они не пережили, у них не было в их семьях кровопролития первородного. Они только видели там плач и скорби, а кровь жертвы, она, так сказать, была границей, и ангел-губитель туда не заходил. Их это не коснулось. Потому, мое мнение такое, нас это не коснется. Если мы будем принадлежать Богу, если Он будет в наших сердцах, в наших домах, это защита. Он говорит, я укрою от годины искушения. Аналогия с выходом из Египта, из защиты, это хорошая аналогия. Хорошая аналогия. Да, да, да. То есть начали события разворачиваться, скорби, бедствия. Бог допускает Египту, прижимает, чтобы они отпустили, но они не даются, не даются. Израиль имеет какие-то трудности. Народ тогда имел трудности, да, видел это. Но их это не поражало. Они это видели. Точно так, мое мнение такое, что церковь, она увидит, начало вот этих проблем. Ее это не будет угнетать. Ей это не страшно. Если мы принадлежим Богу, мы Его дети, то любое наказание, когда мы готовы, или, скажем, власти готовы кому-то какое-то наказание вынести, не человеку честному, а для нарушителя. Тоже самый Бог. Он не готовит наказание, великую скорбь для своей церкви. Великая скорбь имеет три предназначения, которые будут на земле. Во-первых, это, конечно, справедливый суд, это не просто ярость Божья, но это имеет предназначение Израилю предоставить возможность подготовиться к приходу Мессии, принять его, узнать, они его распили, не приняли. Второе, чтобы произвести справедливый суд над теми, которые никак не хотят принять Бога, даже если они допускают трудности, они в этом не сдаются, еще больше злобления приходят, как мы в прошлый раз говорили. Да, и так что для церкви это не наказание, это просто вдохновение, готовиться, полагаться на Бога, как те люди на той башне. Выдержать, Бог спасет, не пострадает. Мне раздался как-то звонок после одного из наших эфиров с вами, мне позвонили, потому что временами звонят со всей Америки, с разных уголков, из Канады, и задал вопрос один из зрителей, говорит, ну так, Юрий Михайлович, ты все-таки нам скажи, когда будет все-таки кончина века? Я говорю, в каком вы возрасте? Он говорит, по-моему, 83, мне 83, я говорю, я вас хочу несколько утешить, вы Богу служите? Да, служу Богу, я член церкви и прочее. Я говорю, я вас несколько утешу сегодня вечером, что для кого-то из нас кончина века, по возрасту, говорю, по возрасту, ну 70 при большей крепости, 8. Говорю, Бог да благослови вас, и ваши дети молятся о том, чтобы вы жили до 100, или как мать Маккейна, ушедшего сенатора, 106 лет имеет, и она была на похоронах у 80-летнего сенатора Маккейна несколько дней назад, сидела и провожала в последний путь своего сына. Я к чему? И говорю, поэтому для кого-то из нас это кончина века, может быть, сегодня вечером, или сегодня ночью. Вот сердце остановилось, вот и кончина века. Поэтому говорю, брат, я вам так скажу откровенно, что надо быть готовым в любой момент. Вы знаете, я скажу еще так, когда говорят о том же кончина века, я на это смотрю с другой стороны, каждая вещь имеет свой взгляд. Вот я смотрю раз на кружку, на чашку, я, например, не вижу ручки, а вы видите с той стороны ручку ее. Точно так и в данном случае. Люди говорят, кончина века. Смерть я называю, это не кончина века, лично я так просто говорю, это переход, перемена места жительства, адреса моего. Мы переходим из этой жизни, из этих условий, переходим в вечность. Павел говорит, смерть, это приобретение. Что приобретаю? Яму, могилу? Нет. Жизнь вечную, если жил с Богом. То есть, это своего рода переход. А на земле, то события еще продолжают развиваться. Вот когда речь идет о кончина века, то, конечно, когда, они, наверное, думают, когда прекратится, уже все закончится. Да, закончится уже после того, когда битва, которую будет готовить Антихрист против Христа, это уже после тысячелетнего царства, о котором мы поговорим, мы еще не говорили подробнее. Когда после этого, в конце тысячелетнего царства, Антихрист будет собирать людей, опять агитировать, восстать против Христа, вот после этого наступит кончина, потому что Христос придет и одержит победу. Эта битва не состоит, он не сможет победить Христа, и вот после того уже будет суд, кончина века на земле уже. А пока еще все события развиваются, век еще продолжается. Но победа будет... Да. А это здесь на земле, мы паломники здесь. Это просто у кого-то путешествие чуть длиннее, чуть короче. Да. То есть поприще наше, которое мы проходим. вот у нас интересный эфир, получается, с вами беседа. Мне интересно с вами беседовать, потому что вы в тему. Вы в тему, это хорошо. Даже в эфире телеканала «Импакт» проскользнула мысль из уст адвентистов седьмого дня, одного из учителей. Это уже прошло пару лет, но мысль, она, так сказать, меня чуть удивила и чуть, так сказать, заставила задуматься. Он сказал следующее, и я бы хотел ваше мнение на эту мысль, что Бог нас... Я понимаю, что я чуть наперед забегаю и прочее, но вот если в тему... Да. Да. Говорится, Бог настолько любеобильный и не допустит того, чтобы во веки веков в аду мучились души нечестивых людей, что по истечению времени он даже сказал там пройдет может миллион лет может десять миллионов может по-моему он говорил пятьдесят тысяч лет что-то такое чисто образное выражение говорит и Бог уничтожит ад то есть души не будут мучиться во веки веков они будут уничтожены а землю землю а ему говорит мне задали вопрос а что же с землей будет написано земля и все дела они сгорят он говорит Бог ее просто выбросит на задворки вселенной откуда взяты эти откровения я вот не знаю у него выбросит на задворку вселенной и она будет потухшая где-то как потухший метеорит где-то там в конце где-то там как говорится на заднем дворе но вот как вы считаете все-таки Библия же по-другому учат и я вынужден сделать эту поправку или ремарку чтобы нам ложно зрителей которые слышали те проповедя и мы получали звонки на этот счет неоднократно слышали такое мнение некоторые ухватились дабы нам ложно не утешать людей что все будет хорошо ты долго не помучишься вам слово Библия предупреждает в этом вопросе вот о таких толкованиях и других подобных человек не имеет права не добавить ни одной буквы не отнять в конце последняя глава откровения предупреждает строго Бога об этом человеку запрещено так делать если Библия говорит о том что да ад он говорит не будет что будет с адом мы поговорим когда мы пройдем вот так шаг за шагом будем говорить о тысячелетнем царстве будем говорить об аде будем говорить об озере огненное то говорится так в Библии и смерть и ад будут брошены в озеро огненное то есть вот что произойдет да ада не будет почему не будет что такое ад это держава смерти где удерживаются те кто живет сегодня без Бога кто идет против Бога ведет такую жизнь бунт против Бога непокорность Богу и когда прощаются с этой жизнью здесь переходят так сказать из этой жизни они уходят в державу смерти и они находятся в аду этом то есть место где уже да такое как Библия говорит мучение но это еще не то вечное мучение в озере огненном говорит и смерть и ад и лжепророк все будут брошены в озеро огненное это следующая ступень и там это написано это смерть вторая да вот то смерть вторая и говорится там будут вечно мучиться там не будет прекращение там не будет страдания в огне один день ну помучаюсь и ладно так и быть а пока живу как хочу а там помучаюсь сутку или две нет там говорится вечно дым будет исходить вечно страдания червь и все прочее это говорится в символическом значении о таком страдании мучении в вечном вечно будет почему вот это слово от века вечно во веки веков почему некоторые толкователи я без именования динаминации то есть они они толкуют что это вот век это тысячу или сто лет если во веки веки веков это значит сто тысяч лет или миллил то есть ну такая интерпретация вот которая подвержена большому сомнению откуда такие толкования взятые делают привязки да делают такие привязки и это все основывается всем на своем лидере который так сказать первый преподнес им они это узнали ну например вот Рассел он основатель секты светилья Говы и он когда издал это учение свое хотя и тоже учение в 1912 году оно столкнулось с проблемой они разделились уже на русалистов и Рассел потому что того судили за обман который был обнаружен который обольщал людей обманывал купите у меня зерно пшеничного у вас будет супер урожай и так дальше ну это история такая но то есть лидер ихний русал уже по-своему и так и другие подобно и который выдвинул они эту идею дальше поддерживать несут но всегда надо сравнить надо сопоставить с Библией что что бы нам ни говорил какие бы там пояснения не поставлял нам мы должны смотреть в контекст что говорит Библия у Бога один день как тысяча лет как мы можем привязать к нашему лету исчислению сказать что вот этот век что век это сто лет и все конечно это подразумевается просто наше пребывание здесь а то уже вечно там уже вечно и все ну это евангельское учение друзья это евангельское учение то о чем мы говорим мы сторонники и служители евангельского учения так да евангельского то есть это учение которое основано не только на букве но и на духе писания есть буква и дух писания и вот в гармонии в совокупности толкующее букву и дух писания названы евангельскими христианами и так одиннадцатая глава и седьмой ангел вострубил и раздались на небе громкие голоса говорящие царство мира садилось царством Господа нашего и Христа его и будет царствовать во веки веков да то есть вот сигнал труба это который Иван говорит услышал звук ее это значит подан особый сигнал сигнал откуда от Бога ангел его вестник издает такой сигнал и происходит такая перемена до сих пор до этого момента все говорилось о таких мучениях страданиях такие бествия горе и тут вдруг говорится как вы прочитали царство мира садилось царством Христа то есть полная так сказать реформа такие изменения как это так произошло сюда надо добавить прочитать отрывок который показывает почему как же так произошла такая реформа тут же откровение Иоанна 20 глава говорит с 1 стиха то есть как было проявлено действие Божье что произошло вот это изменение на планете земля и увидел я ангела сходящего с неба который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей 2 стих он взял дракона змея древнего который есть дьявол и сатана и сковал его на тысячу лет да вот вот почему произошла такая перемена что на земле уже тысячи лет царство мира то есть другая атмосфера жизни потому что сковал его проблемы всегда волнение страдания приносит дьявол через антихриста как служебный такой дух его ну как скажем вот как в лице Иисуса Христа мы видим проявление Бога на земле так антихрист как проявление дьявола все то же самое так же он копирует все старается делать и вот здесь говорит что взял цепь кто может взять кто это может сделать это только Бог и он дает такое повеление значит сила Божья его сковывает на тысячу лет то есть на определенное длительное время по нашему пониманию сразу вот это время определенной длительности в сравнении с тем когда мы говорили о седьмине которая будет во время великой скорби а тут уже тысячи лет то есть такое утешение вооо какая будет хорошая жизнь какая перемена будет на земле да она произойдет потому что это делает антихрист делает дьявол он обольщал но это все пока остановлено он не будет иметь силы это делать и потом на земле произойдет вот такая перемена которая называется тысячелетнее царство и конечно те кто пройдут такое время дойдут до этого то Христос дает нам такие на сегодня как утешение наставления говорит о таких трех взглядах на первый раз хочу сказать по вопросу тысячелетнего царства люди по-разному тоже это рассматривают я думаю я думаю что вы слышали там как вот например все эти леговые ходят говорят здесь вот уже царство умер в яму значит все ты уже не попал здесь будет тысячелетнее царство оно будет они говорили когда-то говорили в 75 году что оно будет не состоялось да по-разному толкование но все богословы все кто пытается исследовать делятся на три таких так сказать пояснения на три таких мнения есть одно такое мнение о миллениализм называется то есть люди которые убеждены что на земле тысячелетнего царства вообще не будет но мы с таким не соглашаемся почему потому что библия говорит конкретно вы прочитали и 11 глава 20 добавляет то же самое что он скован дьявол и все наступило царство так что мы с таким мнением тех которые так толкуют пояснять мы не соглашаемся второе мнение есть такое учение называется постмиллениализм то есть это снова слово как пост то есть после то есть это люди которые считают что оно будет оно состоится после того когда евреи вернутся когда они примут признают то есть во время великой скорби когда вот так скажем это давление такое на них этими обстоятельствами и они признают мессию и вот это царство тысячелетнего мира оно переходит такой переход Христа что все будут славить все будут поклоняться Богу и Библия говорит что народ при этом конечно же во время великой скорби восстает народ на народ и будут такие проблемы и третье слово также говорит премиллениализм то есть слово при означает что перед то есть перед началом то есть уверены что Христос вернется на землю уже перед тысячелетним царством то есть мнение одни считают до тысячелетнего царства Христа другие после того когда они примут уже потом придут а те считают что вообще не придет а ну-ка копните чуть глубже относительно этого то есть тогда чтобы мы увидели глубже давайте посмотрим такие характеристики тысячелетнего царства чтобы мы это поняли правильно то есть одни считают Христос придет и заберет уже церковь до тысячелетнего царства другие говорят после третьи говорят во время, в это время, разбегаются во мнении. Как же оно может быть? Давайте посмотрим такие характеристики, то же самое, которые говорят о Третьем Царстве. Почему оно будет, давайте сперва так? Кому оно принадлежит? Царство мира этого. Это будет Царство Христа. Господь станет управлять, это Его Царство Ему принадлежит. И даже подтверждается так у книги Захарии, 14 глава, 9 стих, подтверждает, это будет такое прекрасное мирное время, тысячелетнее, где не будет злобы, вражды, мечи будут перекованы на орала, то есть на инструменты труда, где будут все трудиться, работать. И это будет мирное время. Об этом говорит Исаия во 2 главе, в 4 стихе подтверждает. И 11 глава Исаии тоже с 1 по 9 стих подтверждает. Сатана будет связан, мы прочитали в 20 главе. Значит, вот перед нами начинает развиваться вот такая обстановка. Рисуем как мысль на такую картину. Он скован цепями на тысячу лет. И вот произойдет, в этот момент произойдет то первое воскресенье. Первое. Откровение 20 глава, 4 и по 6 стих. «И увидел я престолы, и сидящих на них, которым дал им было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет». Царствовали с ним тысячу лет. Значит, когда они были взяты? Если с ним тысячу лет. Мы говорим о тысячелетнем. Они с ним там же царствуют тысячу лет. Значит, когда их взяли? После тысячелетнего царства. То есть перед этим. Перед, да. Перед. Значит, вот есть часть людей, которые входят в категорию вознесенных, взятых перед этим. Это те, которые, как мы говорили, прошли великую скорбь. Да. Потому что и в великой скорби они были обезглавлены за свидетельство. Но они не сдались. Они не сдались. Но церковь, она уже будет взята. Да. Как мы говорили, вы верите в тайное восхищение церкви, да? Ну, конечно. То есть это воскресенье, оно будет всеобщее, это уже не тайное, но это будет последнее воскресенье. Это будет последнее. Это третье будет. Да. А это первое перед этим. Так что, да, люди этого не могут знать, не могут предвидеть. И потому и говорится, что двое на постели. Один остался еще продолжает спать. Утром проснулся, а нет того, кто был с ним рядом. Или на поле так самое, другие моменты. То есть тот еще остался на земле. То есть события на земле еще будут продолжаться. Смотрите, Петр Иванович. Да. Тоже существуют некоторые мнения разные. Разнобоя нет, но разное чуть-чуть мнение есть. Относительно, что если церковь возвращается на землю со Христом для того, чтобы управлять землей. Церковь, когда здесь говорится о том, что она со Христом, то это не значит, что люди придут на землю, мы придем во плоти, мы будем здесь снова хозяйничать. Но это подразумевается, что наш дух мы, уже в новом этом теле, мы будем с ним. И вся дальнейшая его деятельность, что Христос будет делать, как будут развиваться события, мы с ним. То есть в небесах. Да, в небесах, на облаках. Тысячу лет, когда речь идет о тысячелетнем царстве, то церковь в это время написана на облаках с ним. То есть церковь еще не в раю, о котором говорится озеро Огнино и рай, скажем. Она еще не там. Она с ним на облаках. То есть определенное место выше земли, отдаленное уже от этого мира греховного, но еще не в раю. Знаете, фактором все-таки убеждающим, с моей точки зрения, в правоте вот такого утверждения, то, что если живущие люди на земле, они же в теле то, а мы, которые получим новые тела, при изменении. То есть сочетание измененного тела и, как вы говорите, бренного тела, хотя тысячелетнее царство, но это будет бренное тело у людей. Да. То есть сочетание не может быть. Нет. Поэтому я вот более склонен к тому, о чем вы говорите. Да, сочетания тут уже не будет. Наше тело уже после этого, когда мы оставили, произошла реакция разрыва, когда Бог забрал духа жизни и тело наше расстается, уже душа с плотью, плоть написано уходит в прах. У Бога не будет нужды снова эту плоть, этот прах восстанавливать, чтобы еще я походил по земле во время тысячелетнего царства. У Бога нет на это нужды. Ему не надо церковь возвращать в это положение, потом ее снова забирать. Бог так делать не будет. Есть зерно, есть зерно в том, о чем вы говорите. Да, в сравнении зерна, да. Умерла, отдала жизнь и дальше то размножается. Это так. Да. То произойдет такое воскресенье, то есть это выходят, так скажем, другим словом, это люди, которые святы, готовы к этому, потому что Бог небо загрязнять не будет. Те, которые нуждаются еще, так сказать, чтобы искупить свою вину, Бог дал им шанс, возможность пройти через великую скорбь. Это последний шанс. Они не сдались, как вы говорили. И они дополнили число тех, которые взяты были вначале. Они дополняют тех числов. Пятый стих. Прочие же из умерших не ожили. Таколи не окончатся тысяч лет, это первое воскресенье. Да, да. Все остальные еще не ожили. Они еще остаются, поджидают. А те уже были взяты так. Продолжайте. Но при этом евреи, когда вот эти все события развиваются, они, конечно, приближаются к Богу, они будут приближаться к Господу, вернуться к Богу. И многие вернутся в свою землю, в Израиль, в те места, и возвращаются уже. И так, но и возвращаются. И все это имеет цель, стремление у Бога. Потому что через израильский народ Христос воплотился, то есть Бог воплотился через них. И потому Бог относится небезразлично к этому народу, все равно по-особому. Хотя во Христе уже нет ни Иудея, ни Ельна, то есть мы одни. Но в то же время есть первородный Сын. Так же самое получается и израильский народ. И Бог это допустит, даст возможность такую для того, чтобы и Израиль принял. Чтобы спасти их. Но при всем этом Христос назначает этот суд, который будет судить всю землю. Но перед этим судом будет вот это тысячелетнее царство. И Христос иногда называет это царство, и люди так называют это царство Христа. И так написано. Тысячелетнее царство – это царство Христа. Его характеристики, если читать, вот в тысячелетнем царстве, так говорит, оно было присказано еще даже и в Ветхом Завете, и в давние времена. Об этом говорит Исаия 9 глава 6 стих, и 65 глава 19 стих. Еще и тогда об этом говорилось. И так же самое откровение. Вторая глава 25 стих и дальше. Об этом тысячелетнем царстве говорится. И это подразумевается, что дьявол, сатана будет скован. Потому будет на земле такая обстановка. А правление Христа, оно разделяет верующих его, так сказать, его церкви. Кто будет входить, кто здесь будет иметь место. То есть невидимая церковь, она войдет в этот состав, который со Христом тысячу лет. Видимая церковь, она не может войти. То есть видим, это те, которые числятся. Но жизнь еще имеет многие недостатки. Мы, как люди, их видим. Мы видим людей, но мы не знаем, кого Бог заберет. Это знает только Бог. Поэтому лучше быть готовым во всякое время. Конечно, лучше всегда быть готовым. И даже еще, говорю так, лучше стремиться стараться так жить, чтобы не дойти до этого избавления, чтобы вот, великая скорбь уже застала, и я так нуждаюсь в этом избавлении. Лучше, чтобы Бог меня забрал раньше, не дождаться до этого. А до этого надо удостоиться. Блаженный свят, имеющий участие в первом воскресении, ибо смерть вторая над ними не имеет власти. Так что это преимущество, это привилегия. Стараться жить святой жизнью так, что и Бог забрал в первой части. И даже мертвые во Христе воскреснут прежде. Конечно. Это привилегия. Это привилегия. Да, когда Христос придет за церковью, взять ее, чтобы она была с ним тысячу лет на облаках, то это уже, конечно, преимущество войти. Но да поможет Дух Святой всем так жить. А вот скажите, а вот утверждение, вот вы говорили о при миллениум, при миллениум, да? А если после миллениум, чем утверждено такое мнение? Многие говорят так, что, основываясь даже просто так на человеческом мнении, что все, что мы делаем, мы должны проверить. Скажем, вот права водительские получить, ты проходишь проверку, экзамены, и обязательно церковь должна все пройти. Склоняются к этому мнению, рассуждению. Церковь должна пройти великую скорбь, она должна быть испытана. Очищена. Я лично понимаю так. Церковь, она не будет испытана во время великой скорби. Великая скорбь, как я говорил, три предназначения. То вот третье то, мы тогда два упомянули, третье, это для того, чтобы испытать живущих, там написано, на земле. Испытать не церковь, а живущих на земле. Когда говорится тут в этом слове, испытать живущих на земле, это значит люди, которые привязаны к земной жизни. Они не оторвались, они не живут. Святой жизнью. Вот кого испытать. Через это испытание дает Бог еще шанс им оторваться. Как был случай с женой Лота. Она была привязана к той жизни там. Ей было жалко. Она хотела хотя бы посмотреть чуть-чуть, оглядываться назад. Вот так сегодня бывает у людей. Им этот мир тоже дорог, оглядывается назад, в ту жизнь. Хочется посмотреть, хочется даже в том пожить, побыть, не хотелось бы выходить, как и жена Лота. То есть это будет испытание живущих на земле. Это говорится в таком смысле, а церковь, она уже со Христом. Она не живет запросами земной жизни этого мира. Вероятно, возможно, чем вызвано объяснение тому и толкование того, что церковь должна пройти через великую скорбь, возможно тем, что мы видим видимые проявления некоторых членов церкви, так называемых, негативные какие-то проявления, и мы судим о невидимом духовном организме как у целом, глядя на некоторых. Но тем не менее, я понимаю, что церковь – это невидимый организм, который проявлен в видимых поместных церквах. Это несомненно. Но Писание говорит, такими были некоторые из вас, но очистились, но оправдались, и там написано «Убелились, омылись кровью Иисуса Христа». То есть этим самым все-таки в этом невидимом организме, в невидимой церкви есть те, которые все-таки хранят себя неоскверненными от мира этого. И такая церковь, она будет взята от земли. То есть не по количеству членов поместной церкви, человек может быть зарегистрирован, может, будет зарегистрирован в церковной канцелярии, в церковных книгах, будучи примерным членом, который платит хорошую десятину, возможно, и посещает кто-то раз в год на Пасху, кто-то, может быть, более чаще, и он не попадет в восхищение церкви. Как бы это ни звучало, может быть, неприятно, неприлично или грубо со стороны ведущего сегодня, но он не попадет. Это определяет мое, не местоположение мое в церковной книге, определяет мое будущее в невидимом теле, то есть в превосхищении церкви. Вам слово. Все зависит от сегодняшнего отношения к Богу. Войдем ли мы, заберет ли от отношения сегодня с Богом. Если у нас есть отношения с Богом правильные и хорошие, тогда и жизнь у нас хорошая и правильная, тогда и семья хорошая. Если нет правильного отношения с Богом, и в семьях проблемы, нет хорошего правильного отношения с Богом, и в церкви те проблемы, то проявляются. Ну, у людей, это не вся церковь, но у многих людей. Почему? Потому что нет должного отношения с Богом. Отношение должно быть подобно Захею. Когда Бог его увидел, сказал, сойди скорее. То есть спустись. Это символизирует смириться. Каждый человек должен смиряться перед Богом. И как он сказал Захею, мне надо быть у тебя в доме. Сегодня дом – это наше сердце. И Бог хочет бывать, жить, быть в нашем доме, в нашем сердце. Потому двери сердца должны быть открыты для него. И когда он приходит, тогда он приносит изменения, новую жизнь. Как и Захей сказал, ныне пришло спасение дому сему. Так и это. Если мы в смирении пред Ним, так сказать, станем, откроем двери сердца, тогда он войдет и принесет нам новую жизнь, принесет спасение. Гарантию на то, что он нас избавит, защитит во время великой скорби. И нам не надо будет всего этого процесса. И даже тысячелетнего царства на земле. Нам это недорого. И моя цель не в тому стремиться, чтобы на земле прожить тысячу лет, там быть в том царстве. Но главное в вечном царстве со Христом быть. Обойти все это. Обогнать, так сказать, другим словом. Продолжайте. Опередить. Но это будет тысячелетнее царство, скажем так. Почему оно и называется, царство такое тысячелетнее? То есть это будет мирное время. Это будет такое время жизни. Народ не поднимет меча один на другого. Злость не будет иметь один на другого. Перекуют мечи на орала. Да. То есть все будет совсем иначе. И пророк Исаи это говорит в 11 главе с 1 стиха по 9. И описывает об этом. Что в тот день из Египта, как и в Ассирию, будет большая, так сказать, перехода. То есть это тоже самое будет такой переход в такой жизни. Мирный, хорошим отношением. Но это тоже самое время для того, оно имеет тоже свои предназначения. И тысячелетнее царство. Для того, чтобы, во-первых, и поблагодарить Бога. Чтобы все же излилась на благодарность Богу. Почему и говорится, что тысячелетнее царство и все принадлежат Богу. Все будут славить Его. То есть Он достоин этого. И вот это будет также возможно для того, чтобы славили Бога, прославляли. Но что печально, что и в конце такого периода прекрасного, и тут же многие еще не удержатся. Прежде чем вы приступите к этой мысли, поклонение храму, о чем говорится в Писании. Какому храму будет поклоняться? Значит, когда речь идет о храме, что та же самая и сегодня уже идет заготовка, скажу так. К тому, чтобы тот же храм Иерусалимский, который был разрушен, антихрист имеет цель, задачу сесть, возглавить и управлять. Но вот когда мы читали вот эти трубы, седьмая труба и седьмая чаша, говорят о том, что будет проявлено действие Божье в такой форме, что произойдет поражение в воздухе, поражение в атмосфере. О чем-то говорит, когда произойдет такое поражение, то есть атмосфера, где правит антихрист, где правит дьявол. Это он сегодня, князь мира, этого здесь на земле, произойдет такое поражение. То есть, что это значит? Будет такое смятение в народе, в правительстве. Они уже не будут знать, что же делать. Вроде бы все имели уверенность. Хаос, сплошной хаос. Да. А антихрист имеет цель в это время, когда такой хаос, занять место в этом храме, который они планируют все-таки построить в Иерусалиме, называя его, как и Библия говорит, есть места, многие нет. Но подтверждает, да, это город святой. Он был святой, когда Христос ходил. Если они его распыли сегодня, и, так сказать, люди однополые ходят и живут по той земле, то она потеряла эту святость. Да. Так что, когда речь идет об этом, то по натуральному такому, да, у него есть стремление сесть в том храме. Но в то же время, храм святой сегодня, говорит Библия, вы, мы, наши сердца. И мы сегодня должны посмотреть, кто сегодня на престоле в этом храме. И я хочу, чтобы в моем, в этом храме частичка, которую я составляю, так другие, чтобы на этом престоле, в этом храме царствовал Бог, Христос. Не дать место Антихристу, не дать место Ему, чтобы Он воссел. И кто примет начертание в время скорби, это будет подтверждением. Все. Да, вот то царствует в моем сердце. Вот к кому я принадлежу. Смотрите, Петр Иванович, что вызывает тревогу лично во мне, когда я слышу и вижу собираемые огромные средства на восстановление Иерусалимского храма. Америка в этом преуспевает. Широко известный служитель из Техаса. Он на американских каналах очень популярен. И не только. Он возглавляет многомиллионную организацию Jewish for Jesus. Jewish for Jesus. Они собрали не менее 20-30 миллионов долларов за несколько лет к тому, чтобы все-таки в эту казну, которая предназначена для восстановления храма. И что интересно, что многие христиане участвуют в этом. Так возникает вопрос, какого храма, содействие какого храма, так сказать, мы сторонники, как христиане, как евангельские христиане. О чем идет речь? Да. Мы, христиане, имеем задачу и цель быть не теми кирпичами, которые туда свозят. Там каждый кирпичик отдельно целлофан уже приготовлен. Уже приготовлен. Но задача наша, Христос говорит, и сами, как живые камни, устрояйте из себя. Задача, возложенная на церковь, на нас, на всех, вот какой храм созидать из душ человеческих, из нас. И здесь Христос должен править. А то все только параллельное. Что делает Христос? Антихрист делает параллельно, подражая. Но делает все вопреки. То есть, почему и слово антихрист, то есть против Христа. И это не значит, что там, в том храме, Христос воссядет, что он будет править. Но он хочет править в этом храме. У меня, в моем сердце, в вашем, в каждом. А это все просто цель, так скажем, другим словом, масонской системы, которая работает направленно. Это и есть та же система антихриста. Если бы было по-другому, тогда нарушилось бы Писание. А Писание нарушиться не может. Конкретно Новый Завет, Новый Завет, он не дает, по крайней мере, с высоты моего познания Нового Завета, с высоты моего духовного познания, он не дает чего-то параллельного. Христиане, для вас вот путь, а вот для евреев вот такой путь. Я понимаю, что узрят, которого что пронзили, они должны возвратиться к Киеву. Нет другого, обходного, какого пути, кроме Голгофы, кроме пролитой крови. Как вы верно говорили, для Иудея, для Елены, для всех. Раба, свободного, высокого, низкого, полного, худого, американца, китайского, узкоглазого, широкоглазого. То есть, всех Писание, Новый Завет заключил всех, без исключения. Поэтому, вы знаете, у нас в эфире несколько было эфиров, таких небезызвестных местных апологет, так сказать, в сторону движения Израиля. Хотя, я уважаю его, и мы в хороших отношениях, хотя он в Израиле ни разу не был. Но, так сказать, он атмосферу такую возгревает о том, что все должно работать на восстановление храма. Я говорю, за одного из наших соотечественников. И я неоднократно ловил его и в эфире на мысли, и после эфира я говорю, слушай, ну нет параллельного обходного пути, кроме того, что Бог уже Иисус Христос оставил на кресте головы. Просто нет. Тогда нарушилось бы Писание. То есть, вам слово. Да. Потому, и мы должны быть внимательно осторожны смотреть, на этом ли я пути. Потому, что Христос сказал, я есть путь истинной жизни. Нет другого, как вы говорите, да. Обходного нет, третьего нет. Только или путь жизни, или путь смерти. Потому, Бог так сказал, вот я предложил тебе путь жизни, путь смерти. То есть, добро и зло. Так что, сегодня, вот задача в том, где мои ноги сегодня ходят, какой дорогой хожу, как я живу. Мы должны идти этим путем. Путем только признавая Голгофу, признавая Христа, умершего на Голгофе. Да, признав его, это тот путь. Итак, освобожден на малое время. Я вас остановил на той мысли минут пять назад больше. Освобожден на малое время. Снова же освобожден. После тысячеления его. Да, на малое время снова после этого освобожден. То есть, если бы он не был освобожден, ничего бы не изменилось. То есть, Христос позволяет, дает возможность снова проявить антихристу то, к чему он готовится, к чему его цель. И он выходит, начинает из людей, живущих в тысячелетнем царстве, обольщать набрань против Христа. Так Бог говорит через Иоанн Откровения, набрань против Христа собирает. Собирает, формирует снова армию. И как жаль, что многие тоже подадутся на это обольщение. Подумаешь, что да, действительно, это верный шаг. И будет приготовление для этого сражения, которое называется Армагеддонская битва. Но, как я говорил, победа не состоит на его стороне. Христос придет и одержит победу огнем. Он победит. Почему? Потому что ему не все равно. Мы поговорим об этом подробнее, но Богу не все равно. Он защищает, он охраняет свой народ, свою же жену, так скажем, невесту. Он озадачен ею. Как он так просто оставит? Если он освободит антихриста на малое время, в то же время он наблюдает. А как же будет отношение к жене, которое в сравнении говорится в Откровении. Что же будет с женой, что будет с невестой. И как же поступить? Так просто не оставит. Ему не все равно. Она дорого ему. И об этом говорит в 12 главе книги Откровения. Упоминает в сравнении о жене. 12 глава, 13-14 стих. Кто такая жена? Мы об этом, кстати, завтра, наверное, и поговорим. Давайте, да. И диву даешься. Диву даешься. Чисто вот так, по-человечески рассуждая. Видели, видели на протяжении тысячи лет, видели полное обеспечение. Отсутствие зла, отсутствие греха. Дьявол скол. Казалось бы, научитесь. Ну, плоть лукавого сердца человека. И крайний спол. Смотрите. Знаете, почему так происходит? Я вам скажу тоже в сравнительной форме. Раньше был такой момент. В Европе была организована, так сказать, большая, огромная встреча. Такой фестиваль. Где должен был играть на органе видный композитор. И купили новый орган, который стоил миллион долларов. Поставили все в зале, приготовили. Человек, который настраивал, готовил, что во время этого выступления будет играть тут особая личность. Он стоит там у этого органа, там еще где-то что-то подрегулировал. Подходит человек, перед началом еще. Подходит один человек и говорит, слушай, разреши мне сыграть одну минуту хотя бы на этом органе. Он говорит, ноу, нельзя, нет, отказал. Тот просит, ну прошу тебя, одну минуту позволь. Нет, я сказал, ты знаешь, его цена. Миллион долларов мы дали, не трогай. Ну, тот стал так как бы чуть отходить. А потом поворачивается и еще раз просит, вот третий раз. Ну я прошу тебя, одну минуту позволь мне. Тот говорит, ну ладно, но только одну минуту, пожалуйста. Этот возвращается, это тот самый композитор, которого они ждали. То есть он не узнал. Когда я тут начал играть, он никогда такой музыки не слышал, такого произведения не слышал. Он открыл рот и понял, вау, как же бывает, я рядом стою возле него, но я его не узнал. Вот проблема человечества и сегодня, и во время Великой Скорби, и Тысячелетнего Царства. Почему они соблазнятся? Люди не узнают, когда Бог рядом с нами, он разговаривает с нами, тот величайший, как тот композитор, еще выше. Но он рядом с нами, а мы не узнаем. Он милость свою дает, он производит свои такие, так скажем, действия красотные в нашей жизни. А иногда человек не узнает этого. А это же он тот же самый, тот же самый Бог. Вот в чем причина. Мы не узнаем. И важно сегодня именно стараться узнавать в голосе, который сегодня звучит, в этой атмосфере, когда тысячи голосов вокруг нас, но когда Бог нам говорит. Дорого слышать, что Он говорит, как говорит. Вот иду скоро и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. А перед этим написано 11 стих. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится. Праведный дотворит правду еще. То есть, казалось бы, мало ли это, еще, постоянно, до последнего дыхания. Твори правду. Твори, это настолько, я как-то читал, что это очень интересное слово, дотворит правду еще. А дальше, смотри, как интересно. Ладно, мы соглашаемся. Правду, да. Святость, да. А дальше третья категория. И святой доосвящается еще. Так. А что со скверным? Точно, точно. Я думаю, что не имею в виду. Да, 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 да. Здесь написано так. Угу. Святой доосвящается. Правда не дотворит правду. А скверный пусть оскверняется и дальше. Сквернится. Пусть сквернится дальше. То есть, Бог непринудительно нас заставляет. Он не хватает заворотники. Склонись предо мною. Право выбора. Добрая волна. Альтернатива. Бог открыт. Право перед человеком. Делай выбор сегодня. Сознавая, понимая. Да, святой, значит, продолжай освящаться. Освящение, этот процесс закончится, когда мы будем уже в небе. Точно. Да. Праведник. Упражняйся. Твори. Твори эту правду. Живи. Бог не закрывает двери для того. Бог любит всех. Но если он не желает, не хочет, то Бог оставляет на его решение. Потом он говорит, пускай он продолжает. Петр Иванович, спасибо. Снова завтра у нас продолжение этой темы. Друзья, знаю, что эта тема интересна. И она заставляет нас задуматься, вникнуть, может осмыслить, может переосмыслить. Время близко. Время коротко. Время близко. И время очень дорого для каждого. Поэтому, друзья, мы беседовали, а вы услышали, как вы поступите. Бог да умудрит, да усовершит, да утвердит каждого из вас в его святом живом слове. Пусть Божья благодать и Божья милость, Божья любовь объемлет вас. И его восполнение всех ваших нужд по богатству, его благодати, да будут в ваших домах и в ваших семьях. Во имя Иисуса Христа. Петр Иванович, спасибо. До завтра, до встречи. Оставайтесь с нами на «Импакте». Всего хорошего. Будьте благословенны. Субтитры подогнал «Симон» Оставайтесь с нами на «Симон»